В 95-летие легендарной советской разведчицы в Москве отметили презентации книги о ней. Именно Надежда Троян руководила операцией по уничтожению Вильгельма Кубе. Во время фашистской оккупации он устроил настоящий геноцид населения Беларуси. В книгу вошли неизвестные ранее факты о личности самой Троян. И вот свидетельства, на которых еще недавно стоял гриф «Секретно», изучил Александр Нацадный. Надежда Троян, женщина-легенда, разведчица, герой, врач-хирург и просто красавица. О ее подвигах уже много написано и снято. И вот теперь в свет выходит новая книга, где впервые опубликованы секретные документы из архивов КГБ. Эта книга, она не столько о разведке, понимаете, о том, как разведчица в 22 года, ставшая героем, идет по жизни. Героическую историю Надежды Троян хранит Белорусский музей. Здесь ее золотая звезда фотографии военных лет. Вот она, 22-летняя партизанка. Трудно поверить, что вместе с двумя такими же простыми девчонками она уничтожила свирепого нацистского палача, наместника Гитлера в Белоруссии Вильгельма Кубе. Заслуга Надежды Троян в этой операции в том, что именно она первая вышла на связь с Еленой Мазаник. Дом, где жил Кубе, охраняли не хуже, чем бункер самого Гитлера. Надежда Троян смогла найти подход. Девушка уговорила исполнительницу теракта Екатерину Мазаник, которая работала гувернанткой в доме Гаутляйтера. Та согласилась, заложила бомбу в кровать фашиста. Взрывное устройство передала подпольщица Мария Осипова. На Елену, уже полностью подготовленную, психологически подготовленную к сложнейшей операции, вышла резидент другого партизанского отряда Мария Осипова и передала ей магнитную мину. 22 сентября ночью палач белорусского народа был уничтожен. На Гаутляйтера вели охоту сразу две советские спецслужбы, военная разведка, генштаба и органы госбезопасности. Задача уничтожить любой ценой. Причина? Кубе славился своей жестокостью. По его личному приказу, за малейшее подозрение в связях с партизанами целиком сжигались деревни. На улицах Минска виселец было больше, чем фонарей. Если бы это было виселец, достаточно было выявить какое-то маленькое проявление. Вот здесь партизан или тот, кто вышел из леса, он уничтожался. Вся деревня сжигалась. Третий рейх оделся в черное. На грандиозных похоронах скорбила вся нацистская верхушка. Сегодня Алексей, сын Надежды Троян, рассказывает, как его мама выбиралась из Минска после того, как Кубе уничтожили. В городе шли облавы. К ней идет офицер гестапо. Все, шансов нет уцелеть. Секунды решали все. И тут она замечает, что совсем рядом стоят несколько молодых солдат в форме вермахта, но говорят на каком-то славянском наречии. Надежда так смогла заговорить зубы этим солдатам, что они не только вывели ее из города, но и через пять дней сами пришли к партизанам. Она была вот обаяшка. Она могла так войти в душу человека, вот сделать, и тут же сделать своего сторонника. Герой Советского Союза, разведчица Надежда Троян после войны выбрала самую мирную профессию. Она стала врачом, хирургом. Здесь, в здании первого меда, она сначала училась, а потом и работала. Ее обаяние, кажется, пробивается даже сквозь камень памятной доски. Все, кто знал доктора Троян, говорят, Надежда была очень скромной, даже звезду не носила, а о войне, как и все ветераны, рассказывать не любила. Она стала кандидатом наук, оперировала, преподавала, руководила медицинским НИИ, а затем Советским Красным Крестом. И хотя официально Надежда Троян больше разведзаданий не выполняла, уже в мирное время ей вручили боевой орден Красной Звезды. Но это уже другая история под грифом «Секретно». Александр Нацедный, Дмитрий Борисов, Никита Гмыза, РЕН-ТВ. 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 Александр Нацедный, Дмитрий Борисов, Никита Гмыза, РЕН-ТВ.